Опасаясь контрразведки, избегая жизни светской, Под английским псевдонимом мистер Джон Ланкастер Пек, Вечно в кожаных перчатках, чтоб не делать отпечатков, Жил в гостинице Савейской не савейский человек. Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, Щелкал носом, он был спрятан инфракрасный объектив. А потом в нормальном свете представала в черном цвете То, что ценим мы и любим, и чем гордиться калевким. Например, клуб на улице Нагорной стал общественной уборной. Наш родной центральный рынок стал похож на грязный склад. Искаженный микропленкой хум стал маленькой избенкой. И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ. Работать без подручных может грустно, а может скучно. Враг подумал, враг был только, написал фиктивный чек. И где-то в дебрях ресторана гражданина Кочаряна Сбил с пути из Бонталайку не советский человек. Кочарян казался жадным, хитрым, умным, плодоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. Ну, в общем так, подручный Джона был находкой для шпиона. Так случиться может с каждым, если пьяный и мягкодел. Вот и первое задание в 3.15. Возле Бали, может раньше, а может позже, остановится такси. Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора. А потом уже про этот случай разрубят по Би-Би-Си. А за это друг мой пьяный обещал он Кочаряну. Будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Рак не ведал, дурачина, тот, кому все поручил он. Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянир. Да, да и этих штучек мастер, этот самый Джон Ланкастер. Но жестоко просчитался пресловутый мистер Пек. Обезврежен он и даже он пострижен и пассажен. А в гостинице советской поселился мирный грек. АПЛОДИСМЕНТЫ